Всем привет, мои дорогие! Как и говорила ранее, едем с Настенькой к врачу. Дерматолог, аллерголог и еще там что-то. Целый список. Врач, светила. Очень хорошие, много хороших рекомендаций. Вот, к сожалению, лучше Насте не стало. В общем, лучше нам не стало. Хоть и хомяков мы убрали, всю дома помыли, протезифицировали. Вот, наоборот, у нее даже как-то стало и похуже в какой-то момент. И я, честно сказать, замечаю, что то, что по телу, вот какие прыщи у нее, они мигрируют. То есть то в одном месте, то в другом, так обширно высыпают. А вот кисти и ноги, они у нее как-то одинаковы. То есть все время очень плохо. И кожа вздувшаяся, все отекшее, красное. Вот, конечно, очень жалко. Очень жалко ребеночка. Ей все чешется, все зудит. Вот, мы не стали сдавать анализы из вены, потому что нам сказали, что лучше все-таки к этому врачу попасть на прием. И пускай он сам делает назначение. То есть ему больше доверия народного. Вот, поэтому я не стала тратить деньги бешеные вот эти вот. Потому что мне где-то больше, чем на 10 тысяч надо было сдавать ей анализов на аллергены. Но я все-таки взяла волю в кулак и думаю, дождусь я все-таки консультации второго врача. Потому что сейчас мне не жалко потратить сколько угодно этих денег на своего ребенка. Но надо просто подходить к этому вопросу разумно. Вот, я вообще не уверена, что это какие-то аллергены бытовые. Потому что ребенка 4 года и только вот в этом году мы столкнулись с этой гадостью. В общем, едем сейчас по Туровке. Поеду побыстрее, потому что нам к 10 часам, полчаса мне на дорогу как раз. Вот, по месту буду уже вести репортаж и вам рассказывать. Машинка рядышком. Так что не торопись, моя хорошая. Сейчас мы пойдем с тобой. Так. Да, и доктор мне дашь игрушку, да? И доктор тебе даст игрушку? Да. Не знаю. Да, да, видишь, там показали. Да, это просто рисунчик, картиночек. Давай ручку, не прыгай. Давай, мой хороший. Тихонько. Вперед проходи. Вот так. Умничка. Пойдем, пойдем. Вот так. Идем, идем, идем. Куда ты? Все, приехали. Ты что там? Убираешь? Что это? Кто это? Это твоя поясочка. Что там? Там ватка. Так, ну все. Мы вышли уже от врача. Доктор сказал, что это острое, как бы, топический дерматит на острая форма. Вот. Сказал, чтобы продолжали лечить Эриусом. Спрей неотонин. И мы сейчас дали анализ за 6 с лишним тысяч. За 6 с лишним тысяч. Я не плакала, когда я вам кровь. Молодец. Грамоту дали? Ты что, серьезно? Мы вот в шоку, Александр, как вручать. Нам в шоку. Давайте еще раз. Дай посмотреть твою грамоту. Настя у нас сдала кровь из вены. Ей дали грамоту. Можно посмотреть, Настюш? Да, вот смотри. Быковая Анастасия Евгеньевна за подвиги, совершенные при сдаче крови. Ты представляешь, какая ты молодец. Приедешь домой, скажешь, вот я сдавала кровь из венки и даже не плакала. Да? Ты не плакала ведь? Умничка. Бедный, замученный ребенок. А, это не больно было. Не больно? Да. Ну и хорошо, чтобы было не больно. У нас такая бабочка брала кровь, да? Ну, в общем, пока что вот так. Сейчас купим вот этот крем и будем мазать. В принципе, и пить сироп, и все. Через неделю прием повторный. 30.17.30. Вот такие дела, дорогие мои друзья. Все. Давай в аптеку, Настюш. Вот она здесь, аптека. Посмотреть прям рядышком. Сейчас мы спросим сироп и вот эту мазукалку. Я сейчас очень и очень волнуюсь. Тем не менее, очень ждала этого приема, конкретно этого врача. Потому что он профессор и очень хороший. У него очень хорошие отзывы везде. Вот, поэтому жду и надеюсь, что он нам поможет. Давай, Настюш. Тихонько. Давай, закрою. А где же детский мир? Мир. Да? Да, я хочу. Пойдем. Что там? Ребеночек? Маленький. Давай. Ты здесь хочешь смотреть? Давай Матроны это купим. Не, у Матроны есть. А, я. Тебе что, платья все хочется? Мне хочется. У меня джинсы. У меня нет джинсов. Джинсы есть. Прям такие же с лошадкой. Джинсы есть. Ай, честные. Такие красивые. Муж и жена. Невеста и жених. Что такое? Мягкую игрушку не хочешь? Смотри, какие тут мягкие игрушки красивые. Я купила собачку. Где она? Ну, в которой сумочки. Где-то она там была. Смотри, смотри, какая сумочка. Красивая сумочка. И собачка другая. Какая больше нравится, Настя? Никакая пока что. Никакая? Ты серьезно? Ой, беленькая. Ну что, пойдем на кассу? Давай еще купим русалку. Давай. А то я хотела так русалку. Она не только стоит, она еще маленькая. Все, пойдем. Пойдем на эту. Все, что ли? А вот смотри, еще есть русалка. Вот такая. Вот, вот. Вот еще русалочка. Я ее всегда не люблю. Давай, подержи. Давай, подержи. С русалки. Ну, и она мешает коз. А нет, у меня коз. Тоже больше нравится эта русалка. А у нее глаза какие-то посимпатичнее, волосы лучше. Настю, чтобы уговорить сделать анализ крови из вены, пришлось пообещать купить ей подарочек. Правда, в клинике она говорила, что ей нужна бабочка. Потому что укол, который, ну, кололи, она бабочка называется. Вот. Но вот сейчас приехали в детский мир ненадолго. Куплю ей утешение. Все-таки так жалко мне ее, так она мучится, бедненько. Ручки, ножки, все в волдырях у этих, все зудит. Но я очень надеюсь, что нам этот доктор поможет. Кстати, напишите в комментариях, кто этого доктора знает. Ну, может быть, из Тамбовской области, из Липецкой области. Нет, это не кукла. Это что-то другое. Это, 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 это. Короче, это не кукла. Это, наверное, одежки для них. Идем? Идем. Идем. В общем, друзья, если кто-то знает про этого врача, то напишите свои отзывы в комментариях. Я на этом с вами прощаюсь. Будут новости, буду все вам рассказывать, сообщать. Спасибо вам за ваше участие. И до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо, Моня. Ой, какая хорошенькая. Что, пойдем к продуктике еще кукем и домой? Побежали? Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, Моня.